МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие пять лет должен представлять их интересы в парламенте. Но то ли картофельный сезон и холодная погода, то ли отсутствие интереса к выборам, но явка оказалась рекордно низкой. В Бурятии на участки пришел лишь каждый третий избиратель. В столице региона и того меньше. В избиркоме уже признали, это самые низкие показатели за последние годы. Особенно скромно эти цифры выглядят в сравнении с данными мартовского голосования, когда страна выбирала президента. Тогда свой голос отдали 75% избирателей Бурятии. Но если по показателям явки Бурятия от других регионов не отличилась, то в другом нарушениях прогремела на всю страну. Мы единственный регион, где выборы закончились уголовным делом. С деталями Антонина Болотова. ЧП произошло в изоляторе временного содержания МВД. Туда привезли уже заполненные бюллетени. В 50-ти, по версии следствия, стояли галочки напротив кандидатов в Народный Урал. В 45-ти была выбрана политическая партия. Задержан заместитель председателя участковой комиссии. Нонсенс. Нонсенс. В присутствии соответствующих наблюдателей было-было. Вопрос возникает. Там семь человек. Для чего? Зачем? Он ведь испортил и еще бюллетни, которые были в участковой комиссии. Он показал, что это сделал сам, значит, не привлекая никого. В итоге уголовное дело. Один ли зампредседателя будет в нем фигурировать, еще предстоит проверить. Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, надо разобраться, куда тянутся ниточки. Меня психология фальсификации очень интересует. Я всегда задаюсь вопросом, что двигает человеком, какая мотивация. Ведь не просто он берет и это делает, потому что ему так захотелось. Значит, кто-то, видимо, подсказал и подсказал настойчиво. Не обошлось и без других нарушений. В Баунтовском районе за попытку вброса с должности сняли председателя участковой избирательной комиссии. В Советском районе Улан-Удэ жаловались на поток непрописанных на округе избирателей. А на участке в поселке Аршан и вовсе голос за избирателя уже отдали. Я пришла на избирательную частоту, а напротив моей фамилии уже стоит паспорт и данные, подпись. И на вопрос, почему уже стоит, мне ответили, а вы разве не приходили, не голосовали. Я говорю, нет, вот только пришла. Разбирательства идут и на 17 округе. Там неизвестные напали на штаб одного из кандидатов в депутаты Народного хурала. Другой мальчик, мы даже не заметили, быстро забежал и из красного ведра на стол вылил вот эту жидкость, то ли с хлоркой, то ли с уксусом, все такое, со стиральным порошком и убежал. В день голосования на горячую линию избиркома поступила 41 жалоба. Обращения в районах еще подсчитываются. Антонина Болотова, Валерий Чедопов, телекомпания «Оригус». Ну, запомнятся эти выборы даже не нарушениями и низкой явкой. Едва не нарушился привычный партийный расклад сразу на нескольких участках. По результатам голосования партию власти потеснили коммунисты. Серьезно продвинулись и либерал-демократы. И вот итоги. Это не провал городского отделения. В городе, как известно, в любом городе административные центры всегда голосуют за партию власти немножко поменьше. Лондон немножко голосует по-другому. Это общая тенденция для, в целом, для Российской Федерации. Но у нас были периоды, когда мы получали результаты еще более низкие. А в этой избирательной кампании, тем более с проблемной повесткой, мы считаем по городу результаты нормальные. Явка была достаточно низкая. И при этом у КПРФ хороший результат. Что не совсем характерно, допустим, для предыдущих лет. То есть при низкой явке у оппозиции результаты падают. Потому что протестный голос остается дома. То есть человек говорит, мне это не нравится, все достал, а не пойду на выборы. А учителя, врачи, военные различные и так далее, их где-то заставляют, административными методами воздействуют на них. Они идут и голосуют. И обычно при низкой явке эти люди отдавали свой голос действующей власти. Понятно, что сейчас можно говорить, что именно на такие результаты и был расчет, что партии проводили определенную работу и что итогами все довольны. Ну а вот что думают по этому поводу эксперты. Понятно, что, конечно, наверное, КПРФ можно поздравить с тем, что они увеличили процент, значительно увеличили по сравнению с предыдущими выборами, процент избирателей, которые проголосовали за них по партийному списку. Но здесь я, опять же, не вижу их особой заслуги в этом, потому что, на мой взгляд, просто в пользу КПРФ сыграли как раз, скорее, внешние обстоятельства в виде очень непопулярных мероприятий российского правительства, которые, естественно, толкают электорат к протестному голосованию. Понятно, что на сегодняшний момент общество настроено достаточно критично относительно, ну, по крайней мере, какая-то часть этого общества. В связи с этим, я думаю, связано то обстоятельство, что региональные власти не проводили каких-то мероприятий, связанных с мобилизацией избирателей, в связи с чем по многим регионам мы видим рекорды по уровню явки, в том числе и в Республике Бурятия, поскольку это один из самых низких показателей. Наверняка есть и другие мнения о причинах произошедших перемен, однако они уже никак не повлияют на новую расстановку сил в составе Хурала. Ведь, как известно, именно от процента полученных партий голосов зависит, сколько кресел она получит в парламенте. Распределение партийных мест по предварительным подсчетам выглядит так. 33 партийных места в народном Хурале 5 лет назад делили следующим образом. «Единая Россия» занимала абсолютное большинство, всего 8 у коммунистов, в половину меньше у справедливоросов и лишь одно кресло оставалось за либерал-демократами. А вот что сейчас? Партия власти по предварительным расчетам потеряла сразу 5 мест. Их распределили между собой члены КПРФ и ЛДПР. А вот у «Справедливой России» все без изменений. Партии получают места не только по спискам, но и за счет одномандатников. Ожидаемо прошли Татьяна Монтатова, Андреан Зыбынов, Матвей Баданов, Михаил Гиргенов, Владимир Павлов. Но не всем старожилам площади удалось усидеть на местах. Кто и кому уступил свое кресло, расскажет Артемий Ушаков. Артемий, что так много новичков у нас? Они разбавили народный хурал новой кровью более чем на треть. Из 33 одномандатников за свои места удержались только 19 депутатов. Люди непростые. К примеру, предприимчивый миллионер Сергей Пашинский собрал более 63% народной любви. А вокруг соседнего кресла со знанием дело раскидал грабли для конкурентов заслуженный агроном Бурятии Анатолий Кушнарев. Следом за ним не захотели катиться колбаской из народного хурала представители мясной промышленности Матвей Баданов и Лариса Крутиян. Своих оппонентов раздавили как пустую консервную банку. Вслед за знатоками мяса в народный хурал еле протиснулся любитель отбивных. Бывший глава Иволгинского района Александр Циденов. Депутатскую руку набивал в пивнушке на своем коллеге, а на выборах уделал своего основного конкурента Александра Красовского на целых 2%. К веселой кампании из самого правительства примкнул бывший руководитель администрации главы республики, жертва пенсионной реформы 62-летний Петр Лукич-Носков. Видимо, из последних сил урвал у соперника 16 сотых процентов голосов. Вот оно, активное долголетие. Скрипят, но лезут. Его примеру хотел было последовать и бывший мэр Ланаде Геннадий Айдаев, но, видимо, избиратели решили, что прозаседался он достаточно, и депутатское кресло отдали Михаилу Степанову, бывшему депутату городского совета. Может быть, теперь авторынок на стеколку перенесут. А газозаправочную станцию для автомобилей построят прямо на площади, на месте гостиницы «Байкал-Плаза». А что, победа должна быть полной. Зря, что ли, бывший директор «Бурятгаза» Игорь Бабков на целых 17% крупного бизнесмена Иринчая Матханова обскакал. И если этого не произойдет при Бабкове, то запросто может случиться при коммунизме. И духом социализации на некоторых округах уже запахло. Коммунисты вышвырнули из Хурала Вячеслава Ирильдеева и Сергея Бужинаева, а скандально известного Александра Барданова туда вовсе не пустили. Под красным флагом на депутатское кресло просочился некто Иннокентий Вахрамеев. Кто он и откуда взялся, никто толком объяснить не может, но явно что-то затевает. Ну, чтобы они там не задумали, одно могу сказать точно. Народный хурал теперь под присмотром. В ближайшее время свой мандат должен получить известный в Бурятии криминальный журналист. Намсарай Насараев сдаст свой журналистский жетон обратно в телекомпанию и будет вести свое собственное расследование из здания Народного хурала. Кстати, доверие ему оказало на 4% больше избирателей, чем действующим на округе депутату, медику Сергею Дроздову. Оно и правильно. Нечего людям из Народного хурала лечить. Ну, мало попасть в Народный хурал, нужно еще проявить себя в работе. Мы будем следить за деятельностью обновленного Народного хурала, а пока продолжаем и смотрите далее в программе. Лобовое столкновение парализовало движение на мосту «Бегущая лань». Все подробности ДТП у Сергея Соголова. Крыша едет не спеша. Ремонт в доме и начался. О его последствиях расскажет дежурный по городу. И о крупной аварии на мосту «Бегущая лань». Около 4 часов дня там практически парализовало движение. Причина – лобовое столкновение. В ДТП пострадали несколько человек. Все подробности у Сергея Соголова. Груда искореженного металла – все, что осталось от «Тойоты Королла». По предварительным данным, именно она выехала на встречную полосу. Там «Универсал» влетел в «Обель Астра». Далее «Тойоты» покасательно задевает рефрижератор. Аварийный путь остановила «Газель». Эта машина вообще вылетела со встречки на меня уже. Все. Больше я тут ничего сказать не могу. Я просто их увидел, как будто бы он… Вот эта машина, как бы она гуляла. Она сначала сюда, потом как бы опять на встречку, и оттуда опять на меня. От столкновения с «Тойотой» у «Астры» вырвало колесо. Грузовик лишился бензобака. В ДТП пострадало сразу несколько человек. На данный момент сотрудниками скорой медицинской помощи осматриваются четыре участника данного дорожно-транспортного происшествия. Выясняет характер травм. Но в любом случае, если водитель Короллы, который сейчас осматривается врачами, у него будет сделан забор крови на предмет состояния алкогольного пьянения. Больше всего досталось водителю и пассажиру Короллы. Всех пострадавших доставили в БСМП. Все четыре автомобиля эвакуировали. Сергей Соголов, Батр Халматов, телекомпания «Аригус». Вооруженное нападение в Кабанском районе злоумышленники проникли в торговый центр. Двое мужчин в солнцезащитных очках, один с охотничьим обрезом, наперевес зашли в магазин как покупатели. После сделали пару выстрелов в потолок и потребовали освободить помещение. Порядка 30 человек из зала ушли под дулом ружья 12-го калибра. К счастью, никто из них не пострадал. Преступники взломали кассу и похитили 9 тысяч рублей. За их поимку сначала даже обещали вознаграждение, но оно не потребовалось. Один из обвиняемых положил похищенные денежные средства в карман, но покидая магазин в спешке, оставил там куртку с этими деньгами, личными документами и телефоном. По этим уликам личность обоих злоумышленников была сразу установлена, и вскоре они были задержаны сотрудниками уголовного розыска полиции. Разбойниками оказались ранее судимые жители соседнего села Брянск. На повторное преступление односельчане решились после затяжного застолья. Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Облачно возможны осадки. Неутешительный прогноз ждет жителей Улан-Удэ, в чьих домах сейчас идет капитальный ремонт. Процесс вновь дает сбои. Дежурный по городу о том, где строители затягивают сроки. Важнее всего погода в доме. Они мечтают жители дома по улице Куйбышева. Но дождь буквально смывает все надежды. Причиной тому стал капитальный ремонт крыши. Вот этот ящик был, он даже сохнет. Вот так воды был. На шпанере здесь стояла ванночка. Вон она. Вот так, вот так. Она полная была воды. Шапки здесь тоже намокли. При ремонте этой крыши она стопила в три раза. И вот до сегодняшнего дня не знаю, что дальше будет. Спасти дом от потопа строители попытались при помощи вот такой пленки. Но по ее состоянию видно, что поможет она только при небольшом дожде. Но даже это не самое страшное. На носу отопительный сезон, а трубы горячего водоснабжения проходят по крыше. И пока работы не будут завершены, вряд ли энергетики подключат дом к системе. Почему капитальный ремонт словно ушат холодной воды? Почему обычная замена крыши растягивается на несколько месяцев? И кто подписывает документы о сроках? Мы обязательно зададим эти вопросы ответственным лицам. А если и ваши подъезды зашли бригады строителей, держите ухо востро. И в случае плохой работы звоните дежурному по городу. Ольга Арсенукаева, Батархалматов, телекомпания «Оригус». И о главном празднике Улан-Удэ. Столица Бурятия отметила День города. К уже традиционным концертам, грандиозному салюту и другим стандартным мероприятиям нынче добавились другие яркие краски. О том, как прошел 352-й день рождения Улан-Удэ, в нашем следующем сюжете. Всем привет, дорогие друзья! Привет! Мы сейчас находимся на площади Советов. Здесь примерно тысяча человек, они готовятся к выступлению. Это творческие коллективы. Ну и не только творческие, кстати, но и спортивные. Здесь будут футболисты и даже говорят акробаты. Да, сегодня очень насыщенный план мероприятий, поэтому я пойду вам все и подробнее расскажу. И покажут. Стой, 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 у меня есть к тебе задание. Сейчас на ярмарке ты пойдешь и обменяешь вот эту ручку на что-нибудь ценное. Запросто? Посмотрим. Мы сейчас находимся на площади Революции, как будто вернулись в купеческий Верхнеудинск. Торговцы развернули свои павильоны и продают и мед, и картины, и даже сувениры. И не забываем, у меня есть задание обменять вот этот предмет, который мне дал Никита, на определенный товар. Итак, давайте попытаем удачу. Давайте обменяемся с вами предметом слепую. Готовы? Да, готова. А, смотрите, я получила подарок. Это колокольчик? Вы не жалеете? Нет. Вот на такой вот большой ярмарке, естественно, все увидят. Вот эти сувенирчики, да? Вот это мне нравится. Это как в музей я хожу. Понимаете, как в музей. Натуральный музей. Подождите, они еще и плетут. Здесь нужен вот такой вот паспорт. Выдают еще гоголевки, которые позволяют вам выиграть либо книгу на улице парящих книг, либо разбить вот такую пиньяту. Пожалуйста, 40 гоголевок. Да, спасибо. С закрытыми глазами. Три, два, один, все. А, черт, я не получилась. Местная валюта, литературная. Пушкин, Толстой, Гоголь. Ну и вот хожу. Здесь уже день рождения, я уже отметил. Вы свадьбы сыграли? Ну какие-то свадьбы нестабильные на один день, говорит, всего лишь. Здорово, замечательно. Мы пришли вместе с детьми, поучаствовали во всех конкурсах, но получили море позитива. Три, два, три, два, три. Спасибо, девчонки. Что там у нас? Исполнить песню на сцене. Ну, я думаю, эта задача не сильно сложная, потому что мы сейчас находимся в парке Орешково, где заготовлена концертная программа. Выступления детских творческих коллективов, флешмобы, шоу мыльных пузырей и прочие развлечения для наших горожан. Ну что, посмотрим? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы организатор, да, я так понимаю, мероприятия? Можете меня сейчас на сцену пустить? А дети маленькие выступали, выступают, поэтому... Думаю, что мы детей не будем заставлять ждать. Волнуетесь перед выступлением? Да, да. И все так? Все. Не всегда. Ну, мешать детскому концерту мне совесть не позволит, поэтому задание я не выполнил, но песню я все-таки спою. Если кто-то пришел с утра, ему спешить не надо, кричать хозяева ура, они ужасно рады. Они у нас да рады. Эх, куда Никите до таланта Варвара Яцевич? Кстати, известный исполнитель интернет-хита Улан-Удэ прямо сейчас общается со своими фанатами в городе профессии Смол-Сити. Улан-Удэ, 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 Улан-Удэ. Итак, мне нужно продержаться одну минуту с гроссмейстером. Поехали. А это что? Шах. Шах? Так, подождите, я ухожу. Нет, это что? Я съедаю. Я съела. Еще 10 секунд, я держусь. Итак, сюда. А, да! Все, время закончилось. Я продержала целую минуту с гроссмейстером. Так что, Никита, я выполнила твое задание. Спасибо. Спасибо, девушка. Я сегодня первый раз играю. В Японии я не играю. Поэтому очень интересно. Кроме японских шахмат, здесь есть и корейские. Они отличаются тем, что на доске 361 клетка, а вместо фигур камни. И здесь важно окружить противника и таким образом заработать очки. Обучение игры длится 5 минут. Можно уже играть. Мы уже играем. Ребенок уже понял, развивает математические способности. Я ничего не поняла. Он уже играет. Кажется, новое задание от Саюны. Да. Дать 5-7 зрителям, которые собрались на праздники. Легко. Мы сейчас как раз находимся на концерте. И я думаю, мы можем это сделать. Здравствуйте. Как вам концерт? Ой, нравится очень. А вы? А вы кто? Телекомпания «Оригус». Ой, спасибо. Нашему городу исполняется сегодня 352 года. И он старше, чем Соединенные Штаты Америки. Отменить день рождения собрались несколько тысяч человек на площади. А сцена собрала почти всех звезд бурятской эстрады. Ребята, добрый вечер. Как настроение? Здравствуйте. Хорошее праздничное настроение. Готовы до позднего вечера выступать? Конечно, готовы. Всех с Днем Города, дорогие друзья, уважаемые граждане. Мы вас очень любим. Ура! С Днем Города! Спокойно, рассудительный парень. С Днем Города! Ура! Я предлагаю отметить очень хороший день рождения. Взяв, давай, подослабиться. Далой галстуки. Далой галстуки. Привет. Привет. Ну что, как отметила? Отметила я отлично и выполнила все твои задания, поэтому я сегодня молодец. Согласен, ты молодец. Твои задания я, к сожалению, выполнил не в полной мере, но так или иначе причастна к празднику, когда себя почувствовал. Мы поздравляем, горожан, еще раз. С Днем Рождения! С Днем Рождения! Улан-Удэ! Пока-пока! Всего хорошего! Улан-Удэ! А еще при покупке продукта к свадьбе в этой сети можно выиграть свадебное путешествие. Виталий и Алена именно так сделали и теперь могут планировать отдых в любой стране мира. Так получилось, что мы выиграли, за что огромное спасибо всем тем, кто нас поддержал. Спасибо абсолюту, что продлили ощущение свадьбы, праздничное настроение. У вас свадьба с октября по декабрь. Присоединяйтесь к конкурсу и сертификат на свадебное путешествие может стать вашим. Для этого необходимо быть подписанным на Абсолют Кэшн Кэри, это аккаунт в Инстаграм, и разместить пост с условиями акции. Все участники, которые выполнят данные условия, будут допущены к открытому голосованию. Под специальным хэштегом нужно разместить три видео от самих молодоженов, поздравлений родственников и друзей, а также две фотографии свидетельства о браке и чека из Абсолюта. Получайте удовольствие от праздника, а Абсолют может отправить вас в свадебное путешествие.